добрый день с вами максим упиров и обзор самых интересных на наш взгляд событий произошедших за последнюю неделю в российской арктике сегодня в выпуске житель ямала несколько дней выживал в тундре в 40-градусный мороз в норильске презентовали православный дух арктики в оркуте русские богатыри бились с ливонскими рыцарями масштабная интерактивная выставка открылась в поселке никель в визит-центре международного заповедника пасвик заповедник находится в пограничной зоне на территории мурманской области и норвегии и попасть в него очень сложно посетителям выставки предоставляется возможность познакомиться практически со всеми обитателями охраняемой зоны услышать голоса птиц и животных увидеть уникальные растения здесь же рассказывают и о работе ученых в заповеднике открытие выставки приурочено сразу к двум датам к 30-летию основания заповедника пасвик и к пятилетию строительства самого визит-центра создание экспозиции стало возможным благодаря финансовой поддержки норийского никеля у нас впервые по сути появилась полноценная большая экспозиция настоящий музей современный ультра современная я бы даже сказала в которой мы включили ну все что мы могли максимально на этой площади но у нас еще большие перспективы конечно же и мы рассчитываем что после вот этого открытия и количество посетителей увеличится но самое главное что будет больше людей которые узнают о природе севера жителю ямала пришлось несколько дней выживать в пуровской тундре в новогодние праздники во время поездки в соседнее стойбище у него сломался снегоход остаток пути 50 километров молодой человек решил преодолеть на лыжах по меркам оленеводов это незначительное расстояние однако поход растянулся на четыре дня в тундре стоял 40-градусный мороз дул сильный ветер чтобы найти тундровика по следам спасателям приходилось лопастями вертолета сдувать снег чтобы увидеть его лыжню этот метод в итоге помог молодого человека нашли а в госпитализации потерявшийся отказался так как чувствовал себя хорошо по его словам он смог выжить потому что не впадал в панику и постоянно двигался ночевал в сугробах укрывшись снегом в норильске презентовали документальный фильм православный дух арктики снятый местным центром развития туризма одноименный проект победил в международном грантовом конкурсе рпц православная инициатива 2021 фильме ведется рассказ о северных святынях и храмах рассказчиками стали священники норильской и труханской епархий а также светские историки в течение 45 минут зрители не только перемещаются по просторам крайнего севера но и путешествуют сквозь время редкие кадры и удивительные истории рассказаны героями фильма дают возможность лучше узнать историю красноярского севера партнерами этого проекта стали норильская епархия администрация города компания норникель проект на офис развития арктики труханский свято-троицкий мужской монастырь агентство развития норильска таймырский краеведческий музей таймырский дом народного творчества и многие другие не всякий человек сегодня может к нам добраться в связи с нашей удаленностью и вот этот проект это может быть такое новое миссионерское решение для людей с возможностью побывать у нас гостя в якутии внедряют ипотерапию для детей с ограниченными возможностями этим занимается благотворительный фонд полежаевых на базе конного клуба мустанг благодаря верховой езде и общению с лошадьми им удается снимать физические и психологические ограничения которые накладывают на детей такие болезни как дцп аутизм задержка психоречивого развития специалисты отмечают существенное улучшение состояния больных детей у них выпрямляется осанка увеличивается объем грудной клетки стабилизируется психологическое и общее физическое состояние благотворный эффект имеют даже кормление и уход за лошадями реабилитационные программы проводят круглый год сейчас в хозяйстве конного клуба 15 лошадей большая конюшня и теплый манеж но в дальнейшем фонд планирует принимать участие в грантовых конкурсах чтобы расшириться и увеличить штат инструкторов после занятий верхом каждый человек чувствует благоприятное влияние на организм то есть такт шага лошади абсолютно совпадает с тактом шага человека она импульсы дает право-лево вверх вниз и назад вперед что-то местами напоминающий колыбельный эффект человек верхом успокаивается особенно такие распространенные диагнозы как гиперактивность уходит наверное на третьем занятии у работает весь все тело полностью весь организм восстанавливается дыхание выпрямляется осанка значит соответственно больше кислорода поступает мозг человек себя чувствует очень хорошо в оркуте состоялось сражение между древнерусскими богатырями и ливонскими рыцарями реконструкторы из оркутинского клуба северная земля и их коллеги из сельхарда воспроизвели раковорскую битву которая состоялась в середине 13 века на территории современной эстонии эта битва была гораздо масштабнее чем ледовое побоище или невская битва но она малоизвестно широкой общественности потому что в ней не участвовали знаменитые исторические личности вроде александра невского сражение в оркуте было менее масштабным и более безопасным у каждого воина было определенное количество очков здоровья в зависимости от тяжести доспехов каждый удар по противнику снимает одно очко здоровья когда очки заканчиваются боец считается условно убитым реконструкторы соревновались в командных боях и в дуэлях где могли показать мастерство фехтования после боев был организован общий пир на котором кстати все блюда были приготовлены по старинным рецептом что то что можем делаем сами что не можем кузнецов нет в оркуте заказываем это где-то в россии у кузнецов все это максимально приближенные как реалии показать людям как это было на самом деле то что находится в музеях сейчас откопано найдено или сохранено мы делаем точные копии на этом все увидимся с вами на следующей неделе ставьте лайки оставляйте свои комментарии под этим видео и рассказывайте чтобы вы еще хотели узнать про арктику всего вам доброго и до свидания